Приветствую вас на канале ArtSchool! Сегодня мы нарисуем живописный морской пейзаж, стремясь запечатлеть на холсте магию волн и белеющего одинокого парусника. Для этого мне понадобятся акварельные краски от Erich Krause. Всего 18 ярких насыщенных цветов. А с помощью крышечки палитры очень удобно будет смешивать краски для создания новых оттенков. Краски мягко ложатся на акварельную бумагу. Итак, нам понадобится акварельная бумага, карандаш, акварель, вода, круглая кисть и плоская кисть. Для начала нужно нарисовать линию горизонта. Нарисуем ее чуть выше середины листа. Затем нарисуем корпус корабля в форме простой лодочки и проведем длинную линию. Это будет самая крайняя мачта корабля. Начинаем рисовать паруса. Сначала нарисуем мачту. Чуть правее середины каркаса корабля проведу вертикальную линию. Потом сверху рисую небольшой парус в виде треугольника. А снизу рисуем парус почти прямоугольной формы. Добавим еще одну мачту слева. И также нарисуем парусник треугольной и почти прямоугольной формы. Добавим еще парусников треугольной формы. И объединим с крайней мачтой. Дорисую справа немножко берега. Теперь можно раскрасить рисунок акварелью. Сначала увлажняю бумагу чистой водой. И начну раскрашивать небо. Вверх закрашу голубым цветом. Теперь добавлю немножко розового. Закат можно рисовать различными цветами. Так получится живописно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы раскрасить небо, я использую синие, голубые, фиолетовые и охристые цвета. Поэтому используйте обязательно палитру. Как я уже говорила, то в акварельных красках Эрик Краузе есть палитра для смешивания цветов. Это очень удобно. Чтобы добиться нежных акварельных цветов, добавляйте больше воды, а меньше краски. Как видим, получается очень нежно, так как я и планировала. Не переживайте, если не получится один в один, как у меня. Ведь это акварель, она каждый раз расплывается по-разному. Можете добавить также другие оттенки. Главное не перестараться. Чтобы отделить небо и море, линию горизонта оставлю белой. И начну раскрашивать море синим цветом, чуть дальше от линии горизонта. Рисую волнистые линии. Полностью не закрашиваю море. Оставляю пропуски для эффекта волн. Берем те же самые цвета, какими и раскрашивали раньше. Все оттенки синего и немножко розового. Самые темные волны возле берега. Самое светлое место напротив кораблика. Так как кораблик, его паруса отражаются в воде. Добавлю яркие синие линии, чтобы показать глубину моря. Коричнево-охристым цветом закрашу берег. Коричневым цветом закрашиваю корпус корабля. Добавлю оттенки на паруса. Нежно желтые, охристые, немножко голубизны. Добавлю оттенки на паруса. Добавлю оттенки на корабль более яркими цветами. Добавлю оттенки на корабль более яркими цветами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Нарисую флажки. Дорисую берег добавлю несколько темных оттенков. Внимательно смотрим, где еще нужно поставить тени или добавить волны. На этом все. Спасибо, что рисуете вместе с Артску. Жду ваших комментариев под видео. До скорых выпусков. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова